всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала виталий орехов он же батя который называется ржавая молодость и карус 280 виталий орехов ставлю вам лайк и пишу для развития а вы друзья мои пожалуйста проделать те же манипуляции со мной комментарий напишите лайк поставьте хоть клопни звуку я просто похлопаю для синхронизации нужно это чтобы звук здравствуйте дорогие ребята сегодня в передаче ржавая молодость легенда городских маршрутов автобус и карус 280 гармошка завали чего точно с чем же так примечателен и карус 280 это необычный автобус так как он сочлененный и оснащен прицепом зачем это было сделано дело в том что в больших городах с большим пассажиропотоком нужны были большие автобусы а что-то повороте заходила и карус 280 прекрасно отвечал этим требованиям дорогие друзья ну прям хорошо подготавливается к роликам права вот разбирает тему я бы хотел представить сегодня моего коллегу коллега чё ты как коллега давай быстро здорово а он же реально водителем работает так он степаныч где-то работаешь на троллейбусе кажется работает что троллейбус или что такое ну кто помнит на стриме приходил ко мне кстати согласился еще раз на стрим прийти надо будет остаться друзья степаныч сегодня наши передачи не случайно это заслуженный работник пассажироперевозок челябинске только управлял он не автобусом и карус 280 от троллейбусом и карус 280 троллейбус ну я помню чтобы он рассказал что троллейбус так а вот этичные и светокоррекция такая козлы шеф здорово но курт кровати там короче ты что библиотеки есть ну еду ничего вот ты там сверли на степана разин уже маршрутом все да не надо мне на держи там немного давай спасибо тебе давай десять не мешайся ну рассказывай ну что классная была машина в управлении вообще легкая такая не то что сейчас троллейбуса громоздкие такие удобно было все для людей для человеков даже стрелки переводить человеков легко тумблер нажимаешь стрелка переводится включаешь в кабине печки вообще-то машина ни с чем не сравнимо умели раньше делать почему сейчас и карус не закупают не производят у нас я не знаю какие года и карус и сняли с маршрутов я думаю что до 2010 года все карус и сняли и попилили вот лично наши троллейбуса отменили в 2007 году заехал вечером ты по мне сказали иди поцелуйся со своим троллейбусами в каком смысле такой ах ты же мой родной а завтра ты на нем не поедешь почему а все дали приказ и заморозить и все они встали у нас просто стояли а уже с января 2008 года их начали разбирать пилить и все такое в челябинске значит и карусы сняли где-то 10 десятых годов да да вообще по россии они ходили года до 16-17 пригородные автобусы и карусы ходили позже да позже ходили куда два назад точно видел а сейчас уже не я помню ездил и карт по моему карус назывался не помню двухэтажный автобус ездил там прикольно был мы связки стану ехать кровати были только ну то раньше может про закон где так работали спать я спокойно помню там кровати были такие спал спокойно был да да был дело вижу даже сейчас наверно где-то пригородные маршруты можно встретить один-два и каруса на область история автобуса и каруса берет начало еще в конце 19 века когда один венгер открыл кузнечно-каретную мастерскую и занимался значит кузнечно-каретным бизнес производил транспорт городской потом передал свой бизнес детям но автобус и карус как таковой появился где-то в сороковых конкретно 280 был привезен советский союз тысячу девятьсот семьдесят третьем году слушай дочка тут такое дело я на празднике все про на подарки потратил а чё написано жопа а полушку еще не получил мне все три остановки проехать может договоримся может и договоримся а была такая тема кстати короче в москве я не помню какой год был в москве реально был прям такие типа терминалов стояли за 10 отжиманий там 10-15 отжиманий можно было билет получить проезд приседание сколько надо было сделать я лично не застал такой я метро который я далеко жил еще от москвы сейчас в принципе далеко живу ну то есть неважно я в общем жил далеко но такие тема была да а я просто заходил заходить стоит танцует такой наяривает а так очень за рептакт меня тоже подождите это уже сельский стайл а еще он считал счастливый билетом что цифры должны были совпасть съесть я думал его на чем я остановился остановки я думаю люди любили и карус еще за его мягкий плавный ход я знаю что она не имела ресорт поэтому машина шла мягко и вот даже было такое что кронштейн чуть-чуть ослаблен зеркало в нем стоит она нифига не сбивается потому что машина идет очень мягко так он с такой с таким это как сказать слово с таким вот с такой ностальгии говорит он так вот с такой ностальгии ну видно человеку работает с душой вспоминает ностальгирует очень приятный способ вспоминания и даже вот зеркало даже кронштейн легкий а зеркало стоит ровно пневматическая подвеска по два пневмобаллона на мост на ведущем 4 с ароматизаторами только амортизаторы ароматизаторы амортизаторы амортизируют а если внизу а ароматизаторы это который водички ароматизаторы что позволяло проходить значит мягко дороги выебан 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 олегдот такой ладно не буду ну еще олегдот такой есть да выебиен как были да еще выебиен кто-то был там ахахахаха всякие вот эти неровности все подвеска это сглатывало ну вот лично мне всегда оказался очень мягкий ход даже иногда могло за счет того что он как будто бы плывет морская болезнь развиться и бывали случаи когда люди или дети укачивают я постоянно стругали прям на резиновое покрытие пола ну не знаю может быть это люди не совсем трезвые но у нас был это просто плохо развит вестибуляр аппарат да и мне такое одна кондуктор которая боялась на них работать может быть из-за того что как раз такой ход ее укачивала она не признавалась она просто когда ее ставили на такой автолебус а никого не началась как в народе называли этот автобус гармошка гармошка называли горбатый называли горбатый потому что он вот в этом соединении как раз вот играл гулял да вот такой да скорее всего из-за этого но у нас такое выражение было ты завтра где работаешь я на горбатом а все понятно сразу все думают что за горбатый а так сослененный автобус мне привычнее горбатый это если речь идет о запорожце ну вот видишь а точно был такой точно точно да да горбатый запорожец был сейчас запорожцы считается раритет дорогущий я знал гармошка слушай братишка не выручишь а тут такое дело короче я могу спасибо тебе пожалуйста пока пока стой уважаемый а деньги а тебе какой маршрут 35 а так вот наши карты подошел пойдем я заплачу за проезд отлично а из-за всех из-за одного значит электроходом троллейбусом надо провода значит и штанги в нашем случае 280 автобус соответственно у него двигатель внутреннего заранее двигатель расположена в середине автобуса в середине основной части что дает хороший баланс развесовки а ну да развесовка и нагрузки на каждую вось я не знаю сколько есть электродвигатель но вот это двигатель весит где-то тонну дизельный раба середе раба монеты я так понимаю немецкий двигатель степаны что у меня в руках расскажи нашим зрителям это ключ наверно открывать люки люки а зачем мы сейчас люк будем открывать что посмотреть двигатель пойдем оператор смотреть двигатель у нас кстати да да есть такие они современных от нас тоже такие лючки есть только них ключи немножко побольше подлиннее вот так вот вставляем поворачиваем и подымаем сразу соляркой пахнула как надо все как положено коробки передач видите да вот такая толстая кардан это у нас стартер вот здесь огромный тоже правильно надо такой двигатель провернуть это сколько надо силы вот и вот получается поршня у нас вот здесь значит 6 штук рядник вот они вот так вот лежат вот компрессор ресиверы у нас идут туда к водителю спереди пять я честно не сильно понимаю о чем он говорит штук и две еще у нас два ресивера для обслуживания прицепа получается они у нас в прицепе так что еще вот это у нас масляный радиатор ну что тут шланги по трубке всякие двигатель у нас крепится на трех подушках одну видно вот она и вещи там вот этот большой агрегатность ходил до мульона подушки ортопедические километру пробега у его могло быть ну это же нормально я не знаю часто не шарил по звуку в принципе вот этот дизель звук знакомый всем карус можно услышать за 39 земель как он едет как он подъезжает да да звук не такой как у наших бутылковозов для взъедет как будто бутылки везет звенит реально так вот там двигатели составлять кучиться вот там столько потому что не стоит больше десяти литров при этом мощность у него довольно таки скромная особенно по нынешним меркам всего 190 лошадиных сил двигатель довольно надежный вот сколько у эксплуатацию троллейбусного электроды не знаю честно не 30 лет работать не знает а я чё за 30 лет не умотал ни одного двигателя что ни одного троллейбуса не умотал писать раньше списывали чем его маку а подолгу они работали эти лекарусы да вот больше капиталки еще 150 160 200 тысяч километров он пройдет то есть неубиваемый про салон давай русско про салон мы знаем про салон автобус немножко наклонен туда что ли ту сторону салон обделан как и любой другой обделан понятно в троллейбусе тоже салон ну по-любому за 30 лет это обделывать а где что-либо там тех салон значит отделан слоистым пластиком и древесной фанере обшить и внутри значит слоистым пластиком и трудногорючий фанеры для чего трудногорючий чтобы сигареты когда тушат в автобусе курить нельзя салон нельзя но и курицы думаешь сидишь там откуда ты знаешь что не там сзади делала но вообще должен кондуктор следить если я видел ролик когда кондуктор одна там сидят два быдлона двое были что-то пили пили пиво они пили и матом ругались кондуктор начал на них орать там орал на них жестко так они психотули как додавали там конечно жестко вообще было девка сама виновата я считаю как бы не правда этих животных они тоже твари но она сама виновата в лязах в этих металлические вот эти поручни везде на сиденьях то их счастливали поручни на мотоцикле на мотоциклы испандоривали дуги в карусе обшивка значит рукояти мягкой из нитроцеллюлозы по моему из чего ну вот это вот горючая такая черная это как раз элемент пассив из которой делали дымовухи из них сделали безопасность чтобы если ты если ты зубами цепляешься зубы не сломать вот как раз почему вот на многих короче вот этих мягких поручни зубы то не видел никогда не обращал внимания я тоже не обращал внимания теперь будут присматриваться бывало ты чё вот это когда вот резко тормозит зубами раз в салоне мало находился я в основном в кабине находился но мэн спрэдинг мэнс брэндинг там дурно находила которая обливала да да вот так вот она наливала воду с хлоркой вот это тоже такое есть такая тема сидишь в автобусе или в электричке один мест полно блин везде все пусто надо обязательно подождите к тебе и сесть вот рядом с тобой и сесть мест пустые места вот реально целый пролет пусто я тут минут сэть шоу подпишу тут есть такая тема до сидят на самом деле можно очень долго гулять он очень длинный потому что длина его 16 с половиной метров шо мы вот стоим кстати на на одном из любленных мест из-за того что это прицеп у него очень сильный занос ребят не было весело кататься улись иногда тут колесо было и любили сидеть на колесе да да было делать почему было еще было сидение был такой большой двойной под ними колесо потому что нигде больше значит вы карусе нету места для запаски прям вот в салоне катали что ну еще вот эти вот аквариумные автобусы с огромными огромными окнами это было очень удобно для того чтобы рассмотреть дорогу вечер не города огромный плазменный телевизор кстати эта версия значит она привезенная из гдр уже в 96 году потому что была практика значит закупа бушных автобусов и они дослуживали уже свой век на нашей земле и вот автобусы привезены из европы в данном случае с гдр они отличались здесь вот например если в наших автобусах все окна были форточками большими удобными для открывания то в гдр вски такие получается травма безопасны без без форточек вот форточки только на некоторых одно из отличительных черт значит то что это как можно еще понять почему с гдр здесь надписи на немецком фур а уж тайген кнопки для выхода нажать на кнопку то есть получается нажимаешь водителя срабатывать сигнал и он знаешь что там попросили открыть чё еще давай про гармошку еще поговорим то есть пацанова любила ездить сзади но наверно еще больше они любили вот здесь вот вот этот поворотный круг так он поворачивает вот эта часть поворачивает она по идее на месте стоит но она на месте остается а для них то кажется иллюзия что она крутится они автобус понимаешь иллюзия иллюзия но это смотря с какой стороны посмотреть понял многие спросят зачем здесь гармошка ну естественно чистушки петь гофра вот это она для того чтобы но она для сгибания существует на растяжение на сгибание да резина такая она хорошая но несмотря на это и в суровых условиях российского климата резко континентального они он дырку же да не уже это как сказать она же солнце беспощадно все на солнце портится все вот резина блин металл пластик все все ломается портится все равно трескались из-за мороза сначала накапает ночью мороз херанет все трещина пошла утром 5 утра на маршрут выезжаешь все на первом повороте и на тех дырка группы снял дырку это вот динамики в которой за фильм был сейчас интересно очень водитель объявлял остановки ну либо была запись название остановок на которых нужно выходить почему и короче потому что но если бы по-русски если в россии придумали был бы икар скорее все то есть кар ну да это вот если по-русски горит и икар икар 280 в латыни икарус икарус самое интересное что у них назывался икарус а у нас икарус у кого вот когда он пришел на автобусе было написано икарус видишь икарус икарус это такая по-немецки пишется таким образом она и когда большая там ну как сказать правильно есть печатные буквы а есть прописные и прописная и например на точность не скажу как например вот так вот пишется вот вот так вот что таким образом я немецкий в школе учил вы поняли да вот так вот вот что-то получается видите она выглядит немножко вот так вот похоже на на нашу ну не знаю просто у него она пишется просто так но почему-то это прописной прописной может быть но многие не знаю вот так сказал называли икарус так и говори про ошибочно до ошибочно называли карус а у нас вот по-английски это ой ну значит мы с тобой уже обсудили значит рассказали про его этимологию происхождения название вернемся к двигателю знаешь какой у него расход топлива вообще расход топлива степанычу а не от вообще потому что я ездила про его топлива вот провода у него же когда учился на автобусе так они умудрялись еще в дизельное топливо камазникам продавать а знаешь почему они это делать излишки были излишки были а почему были излишки знаешь они экономили на отоплении них же есть козлы автономное отопление и они точно также дизелем запитывались вот эти вот печки это водяные они значит от системы охлаждения двигателя и работают при работе двигателя еще автономная система про которую мы с тобой как раз говорили она находится в прицепе она его показывает имеет собственный топливный бачок под соляру также и получается можно без включенного двигателя обогревать салон типа вебаста что ли и как называется вебаста вроде я просто не просто интересна тема дома на колесах иногда смотрю прикольный мне нравится и там про вебасту рассказывать здравствуйте здрасте блин чёшь так холодно то ближе вроде печки автономные есть чего них не включают экономят суме как соляру сливают и продают а деньги себя в карман вы узнаете я просто сам водитель автобуса по городу дает ему ну ладно бывайте а я пойду кабине погреешь взял все секреты раскрыл его крепитесь вискорь моё отлично мое наблюдение лысые всегда ходят без шапок это отвечаем мое наблюдение лишь вот много лысых знаю зимой без шапки ходят я говорю вас чё блин этот волосы внутри растут что ли я не понимаю я не могу без шапки ходить я в принципе стригусь это мой мех меня спасает все равно но все равно я не могу без шапки ходить оператор подсказывает он сюда приехал тоже на троллейбусе на автобусе приехал оператор утром и вечером еще друг об друга грелись и когда час пик может народу или отключить вот кстати вот мы с тобой состояние вот с этого плана понятно насколько он огромен на роста махина представляешь а когда управляешься потом выход учащую тему появилась и не языка русов а из из пазиков из просто автобусов делаю дома на колесах представляете таки есть правду там деньги конечно большие нужны но прикольная тема лучше смотришь елки-палки неужто это я на нем приехал самому себе не верится что ты таком это считай почти космический корабль по габаритам на например как пол ракеты да ну не знаю на ракете не летал все скорости 40 километров в час он тратит порядка 30 литров бензин будет соля соля 30 литров солярки где-то на 100 километров при 40 километров при 60 километров в час расход увеличивается ведро надо долить городе он больше 40 наверное не ездил потому что разгонится остановка разгонится остановка останавливаться кстати такой массой было довольно сложно потому что весит он 12 то что было было есть и будет есть половиной тонн снаряженная масло это без пассажиров с пассажирами там всей и 15 при 60 километров в час тормозной путь составлял 30 с лишним метров представляешь ну до 30 метров на гололёде еще больше так как он высокий он высокий то маленький вот ты сидишь высоко идет маленький пассажир да идет вплоть да я слышал про это незаметно были видео смотрел такие то что ну и у автобуса его не видно я однажды только с остановки трогаться и тут вот такая вот рука смотрю бабушка дорогу переходит и рукой так что я и хорошо что она рукой вот так сделала я тогда я увидел и посмотрел на одну бабку на небе больше встала отправилась но не с моей помощью их перестали по моему венгрии производить ну конкретно эти поколения то есть там по моему и карус какие-то уже современные были но они совсем уже другие по отдельности а вот этот как раз если 500 и 280 модели это как раз самая шиньи на есть ржавая молодость хоть и не советский но страна варшавского договора значит производитель венгерский это получается мы в европу поставляли полезные ископаемые ресурсы они нам техник это вот как раз и есть наша ржавая молодость потому что те кто вот кому сейчас за 25 они на этих автобусах все конкретно точно есть за шоу моего любим его люда за то что в принципе на всем кому за 25 натих из 3 шой я когда в детстве у первый раз прокатился пичок у кому-то он реально в космолет не зелимы на них по городу из-за гора до междугородней тоже будет конечно же немножко отличались у них было четыре ряда сидений по моему она те которые ты говоришь те красные что да 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 они конечно были но они были не удлиненно не были на данном 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 мужчины автобус почти пустой свободных мест не час пик же молодой человек а вот вы можете остаться если я был один раз случай такой давно уже был это какие-то я не помню 16 наверное было еду в автобусе два случая ладно хреста справедливости ради расскажу два случая тоже место много ну как сказать все места заняты сидячие автобус чтобы вы понимали как был устроен это был место получается под коляску поняли да под коляску но вот 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 типа ставить сверху получается вот вот этот автобус вот так вот и вот здесь вот вот здесь поручень и здесь поручень а здесь пустота я получается я стою у поручень здесь а здесь получается еще сверху идёт поручень я стою так вот стоит там что-то не помню стоит женщина стоит ко мне мне-то лет 15 было 16-15 лет мне было стоит и так вот при том что расстояние до меня у него было солидно полметра было точно между нами расстояние и автобус не трясло сильно нормально так поехали их плавненько стыдно меня бьется и бьется за небесно а ехали мы сколько там 40 минут кажется я их надо было это хрен с ним потом это вот это кстати это был до 15 а потом совсем как недавно уже лет 6 7 назад 8 9 короче неважно и относительно недавно была другая история то же самое только мужик ко мне так вот прижался и главное знаете про вот прижался прижался при том что я перед нами расстояние это большое было стоит в жопу и такой уперся в меня я такой боком повернулся к него вот так в жопу и перс и ты чё дурак блин я уже так вот пахнул и он вот так вот мужик ну ты чуть этот вперед пройдите немножко ты чё делаешь вот такой я вообще блин ну примерно вот так вот вот только если его развернуть вот тоже я так стоял в неё жопу и пурса просто лучше лучше уйди там нет а тогда я мог прям за словом в карман не лез было дело да я как бы что стыдиться так уж это было это моё прошло есть каждом момент 537 что такое да плюс стоячек еще что 18 18 да то есть это порядка 150 по госту а по факту человек 200 туда можно было забить сейчас пик человек по 200 там стояла вот так вот коптильки автомате укомплектованы вот этим тепло и все равно кто-нибудь об тебя трется как я сейчас рассказывал автобус гнется весь вот так играть как гармош и вот этот звук двигателя как будто ты едешь и на баяне и держать знакомая тема знакома знакома где-то видел это билетик огромный желтый не помню что за канал но прикольно видел видел ролик баян такой едет по городу салоне кстати вот если мы ну лично я отчет для меня такой карус это такой большой желтый и вонючий вонючий особенно вот уже дизеля до старый когда они были дизеля оперса ли вообще соляра на воняет и тыси одну без всяких систем современных двигателях дизельных там системы очистки системы дожигания всякие там принципе выхлоп не так вонять а вот вот у этих вот ты как они вонят как камазы понял и вот из-за того что двигатель он по сути открывался крышка 1 отсека с двигателя поэтому вышла она была внутри салона то есть двигатель вот именно что просто вот в таких вот вот гармошки и ездил я честно не помню какие у нас были были какие-то автобусы скатались по городу я в город не часто бывал маленьким я тоже не знаю честно какие там ездили автобусы были тоже помню желтые какие-то были и маленький был сейчас не помню честно говоря и в салоне и вот эти все прокладки на крышке рассыхались и он травил прям в салон и ты едешь въем особенно на высоких оборотах особенно рейсов кроме межгор то что надо обслужить вовремя все тело уж никто не обслужиться вовремя много все есть и он сосет салон и ты дышишь этой соляркой всю дорогу прям голова приходит голова потом вот такая я вижу принципе заметно себе вспомним про систему оплаты сейчас заходишь ты в автобусу тебе надо тут терминалы но прям вот на поручнику приделаны заходишь карточку приложил участок и терминал есть раз были кассовые аппараты и компостеры это еще времена до кондук у меня тоже есть капустный рыв компостная во времен кондуктора появились в конце 90 нет а сам это интересно что сначала все-таки были кондуктора потом начать честный советский народ зачем нам кондуктора у нас все люди честные будем оплачивать через кассу а потом уже после касс появились компостеры люди недобросовестные ладно когда школьники письюны газированные там две остановки проехали не заплатили там есть здоровые лбы которые даже на работе работают и не работают тунеядцы ну позоришь у нас вот недавно было контроль на линии было я знаете принципиально не плачу водителям капрос сделать перевод мне я принципиально не плачу не перевод какой пошли в жопу и надо бывает когда когда водитель подождал меня допустим если я бежу бегу на автобусом подождал меня ладно так же быть эти эти отблагодарю тебе основном так не плачу принципиально не хочу пошли в жопу и я ему заплатил а там некоторым перевод сделали и был контроль на линии вот в этот момент заходит он наш бегом побежал два билет всем рассовывает ура сюда и чувак один лет там не тот день было про смысл чем или другое было что-то может быть другая история тоже чучело не хотел не заплатил зашел что-то там ушел и и контроль на линии был заходит его давай он там может драться на них ты там на женщину ты сюда что-то мужик промоут там вообще такой блин они я не помню чем закончился история недалеко ехать просто ну там блин аж драться кидается в натуре взрослый мужик е-мое на деньги одежда причем нормально было как у бати надежды деньги тратишь по-любому ты же платишь за одежду с еду там на чудо за проезд не платишь один раз я был случай тоже видел чуть-чуть одно в магазине зашел пиво открылся пиво пьет ему кондуктор кассиры подходит ему там кассиры зальные работники я не знаю как там вы поняли короче начинает ему объяснять а я так край муха слышал я не лезу в чужие конфликты тушь это вообще гиблое дело в конфликт полезешь что еще крайне останешься в конце концов я вам это скажу пару своих историй было у меня такое и этот а он так начинает а у вас этот магазин богатый сам все заплатят а ты не думаешь что это на водителей на водителей на на работников в магазины все это ляжет на их плечи парень и и как дурачина там вот так вот заходит чтобы видно его не было чуть ли не лицо закрывает так ладно взрослые пенсионеры стали так делать сейчас да у нас сейчас терминалы а я сейчас камеру здесь москве принц я не знаю вот если я не заплачу допустим что будет я вот думал я вот в москве допустим если я не часто бываю но не важно я там был в москве и едешь там реально нет ни кондукторов ничего вот валидатор стоит просто заходишь разочек приложил и все и этот а я вспомню я в этот мне же в больницу сухом возили на москву везли в москву у них почти важно а вот я думаю если заплачу что будет вот я зайду вот просто стою вот в камеру мордосы посвечу если и выйду я учусь не знаю чего интересно будет я пока нахожусь в обрустрации не могу разобраться со популярным расстройством но как только я разберусь со своими мыслями и обязательно поделюсь с вами своими детскими травмами это все конечно замечательно мужчина вы за проезд оплачивать будете нет я не в ресурсе хорошо тогда интенсивная терапия пинка терапия у нас безбилетник танюха чё опять что долбали на ханаву проехать хочешь денег не хочешь да это не то заплатил я один чувак до к сих пор двое до к сих пор или что-то приехал мужик за них за ступниться там ух ты сука по щам бам и говорю нет не он это вот он этот виноват тут вообще молодец надо трогать ой извини пожалуйста пожалуйста извините я надеюсь вы никаких претензий гуртрансу не имеете проходите проходите пожалуйста в салон он такой встает отряхивается такой я ну не знаю сейчас если возле шеста спляшешь то претензии пропадут на моих глазах не раз было вот так вот идет ну это уже получается нулевые плата была как заходили в средние или в задние а выход был через водитель да и водитель здесь вот получается сидит и принимает оплату оплата была на выходе и вот кто-то самый ушлый то есть там получается и идешь и по идее проход только для одного и пока вот один вот стоит плакет он раз вот в эту щель прошмыгнет если у водителя реакция хорошая он раз кнопку нажал и у этой пневмо двери бах с двух сторон как даст а еще если в этот момент он получается много еще не успел туда тело свое бренное вытащить наружу что бывает и здесь остается за шкирку и пинком под сраку потом ну честно говоря я как сказать какой степень может быть и правильно а с другой стороны за код проезда за код мелочи там сколько сколько пресс стоит 20 рублей 30 сейчас вот ну грубо говоря я уже загрублю от за я загрублю даже полтинник стоит из-за полтинника человеку пендри развешивать тем более сейчас люди нежные стали сейчас ты что-то они сразу сижаловаться бегут сами выпендриваются сами на тебя кидаются дашим по щам он бежит полицию жалуется я вот вообще таких вот кто сталксис по любому знаете делали нас по пассажирам сразу нажаловали у нас вообще привод вот еще и не говорила теле за проезд по блату зайду к водителю в кабину степаны запустишь присаживайся спасибо а там витрале есть место я чуть помню был дел как-то таких весел автобусов давай рассказывать сегодня у нас на пневмо подушку механическая коробка передач 5 передач было в начале и уже позднее стали коробки уже делать шестиступенчатые что интересно в отличие от советских автобусов и грузовых машин сцепление очень мягкая и очень четко включались передачи то есть вот этих крас скрипит или пас назад не включается за интересно если у всех включается задняя суда то здесь наоборот задние вот сюда включается старых значит версиях 280 была проблема такая гидроусилитель руля сработает на с маслом получается заливали масло значит в бачок который там вот мы показывали в отсеке с двигателя рулевая колонка разбалтывалась сальник выдавливала и масло херачивая прям вот под водителя на водителя на штаны на батильке вся кабина была залита меня такое два раза был ну кстати в более поздних версиях вот эти сальники перенесли уже из кабины туда под капот если вдруг какая поломка и было то масло уже в салон не брызгал здорово мне вот это нравится 280 я такой взять ну как где на валберис по ссылке в описании а если вы живете в дальнем зарубежье то напишите вася он вам обязательно отправить в карусе 280 5 люков два аварийных и три основных и чем примечательно у него четыре положения то есть можно опустить одну сторону и сторону получается и вот пожалуйста любое направление тебе дует те не дует с бабками которым все время дует может быть еще поспорить это честно говоря транспортом сейчас я не люблю то что кому-то жарко вот холдом и я с другой стороны я мне все похрену я у меня моя цель доехать просто моя цель доехать жарко там холодно это нам можно потерпеть конечно но когда недавно был совсем вот я в автобусе ехал мне что-то прямо укачало и там еще жарище было невозможно прям вот еще дует этот печка включена на меня дует я проводил я в воде убить нас хочешь что я вышел немножко двери стал он но собрать его коде включил наоборот простудил немножко продветрил а то вообще про был а так я снова постараюсь надо у меня ехать я в этом плане только нервы себя портить но зачем смысла спорить красок нервы себя портишь вот этот звук пневматической двери мы все прекрасно помним да ни с чем не перепутаешь вообще существует два вида дверей это планетарные и ширмовые вот это в данном случае ширмого 4 творчатая планетарные это все современные автобусы укомплектовываются планетарный который выходит наружу двухстворчатыми дверьми и рейсовые междугородние и городские маршрутные автобусы укомплектовывались принципе и ширмовыми и планетарными дверями различия междугородних от городских было в количестве этих дверей то есть в городских дверей конечно было логично больше вибрация идет колоссальная то есть я прям всеми фибрами души чувствую как и карус меня трясет один из существенных плюсов троллейбусов перед автобусами что не воняла солярка вот а так конечно грохотно то есть друг друга слушать но если вот адекватно разговаривать надо прямо на повышенных тонах ну принципе тогда вечерами ехали с университета народа было много и разговаривали все-все-все-все-все слышим все нормально разговаривали и водителя криво пошлешь и он все равно услышит я бы не сказал что он сильно уж устаревшего так даже по ощущениям то есть все современные автобусы они скорее морально устаревший ну немногим как-то частный автобус подъезжает и под каждый сиделем здесь и избиться к едешь телефончик подзарядил очень удобнее комфортнее технологичнее чем и принципе икарус продолжает делать автобусы для россии сейчас выгоднее видимо собственные производить потому что собственные производители выгоднее потому что этот экономик поднимать чтобы есть свои заводы завод это зарплаты людям зарплаты людям это налоги в местную казну местные люди хочет экономика это экономика дорогие друзья спасибо всем за внимание мы обязательно вернемся следующей передачи пишите в комментариях какие истории вас связывают с и карусом а мы обязательно найдем еще какой-нибудь господи ашус и посидели на кардиологии доедем пишите в комментариях какую технику вы бы хотели увидеть в следующем выпуске ржавой молодости жмите лайк подписывайтесь на канал и дай вам бог здоровья а и на бусте тоже подпишитесь там полно эксклюзив вот такая вот друзья у нас сегодня с вами получилась реакция понравилось или нет напишите комментариях ставьте лайки делайте репосты будьте клёвыми всем пока делай как пока я его родной только в рамках дозвольного